Тюмень готовится к грандиозному событию. В июне в нашем городе пройдет форум Уральской молодежи «Утро-2019». В этом году организаторы выбрали принципиально новую тему. Какую и чего ждать участника мероприятия, на этот раз узнаем у гостя программы. Заместителя директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирины Широковой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хочу спросить, откуда такое название и с чего начинается ваше утро? Ну, форум Утро – это сокращенное название от «Урал. Территория развития». И вот несколько лет назад появился форум, и это название. Мое утро иногда начинается со спорта, но чаще начинается с побудки детей, чтобы собрать их в школу, в детский садик. Поэтому вот у нас такой поэтапный период просыпания у них, поэтому я сначала их бужу, потом буду делать свои дела, потом опять бужу. И уже третий контрольный раз они встают. Это такая своеобразная зарядка. Ритуал такой у нас, да. Мы так договорились. В этом году вы выбрали новую тематику форума «Креативный капитал». Что это вообще такое? Для нас каждый регион должен наращивать креативный капитал. Это вот именно умение создавать инновации, умение мыслить креативно, применять, независимо от того, в какой сфере деятельности ты трудишься, работаешь, делаешь научные открытия. Именно вот этот вот «Креатив» – это создать что-то новое на основе того, что уже было сделано ранее. Где будут проходить главные события форума и какие площадки будут организованы для участников? Да, форум «Тюмень», он форум «Утро» ежегодно кочует по разным регионам. И в этом году его принимает город Тюмень. Он будет проходить на территории Тюменского президентского кадетского училища. И, соответственно, в две смены с 20 по 30 июня на первой смене будет шесть площадок, и на второй смене также будет шесть площадок. Каждый регион готовит свою тематическую программу на этот форум. И, собственно говоря, в Тюменском училище будет проходить основные действия. Кто будет руководить площадками? Руководить площадками представители от каждого региона. В каждом регионе это разные, ну, как бы, как правило, это люди, которые занимаются той или иной тематикой. То есть, если Урал политический, то это политики, депутаты, выступают кураторами. Если предпринимчивы, то это, как правило, люди, которые имеют собственный бизнес. Поэтому вот по-разному. Скажите, кто может принять участие в форуме? В форуме могут принять участие молодые люди от 18 до 30 лет. Соответственно, это преимущественно ребята, которые проживают в регионах Уральского федерального округа. Но, помимо этого, в этом году к нам могут приехать по определенной квоте ребята со всей России. Это порядка 50 человек, мы набираем, со всей России. И иностранные студенты, которые учатся на территории Тюменского региона и других регионов Уральского федерального округа, они тоже могут стать участниками. Я думаю, желающих будет много. Есть какие-то критерии отбора? Как вы отбираете? Да, сейчас уже у нас месяц идет регистрация. Заявилось 1600 человек. Всего будет на форуме участниками 1230 человек. Если это площадка для молодых предпринимателей, то преимущественно будет отдаваться молодым предпринимателям, которые уже, например, имеют свой бизнес, а не студентам, которые еще не имеют своего бизнеса. Ну, в общем, такие критерии по соответствию тематики площадки. И, естественно, опыту, который есть у молодого человека, если у него есть уже опыт реализации проектов по той или иной тематике площадки, то ему будет отдаваться преимущество. Куда прийти? Как попасть на форум? Форум утро. Нужно зайти на сайт, заполнить форум регистрации и ждать конца и ответного письма от дирекции форума с тем, что вы стали участниками форума или не стали. Но для тех ребят, которые не станут участниками форума, мы тоже готовим возможность вовлечения в программу через дистанционные форматы участия, через онлайн-лекции. То есть у нас будет работать приложение, на котором ребята также смогут в том или ином формате стать участниками форума. Спасибо за беседу, Ирина. Спасибо вам.